Добрый вечер. Новости на телеканале. Репортер выходит в эфир после новогодних праздников. Меня зовут Ксения Жарова и мы начинаем. Городской голова дал распоряжение проверить кислородные станции при одесских больницах на наличие расходных материалов. Поводом такого решения стала остановка в начале года станции в Одесской городской больнице номер один. Объект остановился из-за отсутствия фильтров. Специалист, прибывший по вызову подрядчика, смог запустить станцию, однако она пока не вышла на номинальное содержание кислорода. По словам начальника городского управления капитального строительства Бориса Панова, подрядная организация, устанавливающая кислородное оборудование, обещала до 12 января прислать необходимые комплектующие. Була зупинка в начале года этой станции. Подрядник, который выполнил постановление этой станции, выехал на объект. Была проведена ремонт, запуск, после которого она не вышла на показники кисню до нужного процента содержания кислорода. На 12 число планируется поставка необходимых фильтров, которые позволят выйти на этот режим и она будет запущена снова. По состоянию на 10 января в Одесской области выявили 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 88 одесситов. За все время пандемии в регионе зафиксировали уже 241 909 случаев инфицирования. Кроме того, в городском департаменте здравоохранения сообщили о первом случае заболевания коронавирусом штамма омикрон в Одессе. Инфицированный находится в удовлетворительном состоянии. Под наблюдением врача одной из частных клиник города. Выявлены в приватной лаборатории при ПЛР-доследжении выпадок захворювания на COVID-19, что соответствует штамму омикрон. Это громадянин Украины, который работает за кордоном и вместе с семьей прибыл до Одессы. Семья почивает себя хорошо, госпитализация не потребует и спостерегается приватной клиникой и лабораторией. В Минздраве сообщили, что в Одесской области за последние сутки 741 человек выздоровело, а летальные случаи не зафиксированы. В регионе продолжается вакцинальная кампания. 772 176 жителей Одесской области имеют зеленый паспорт вакцинации. Более 400 тысяч из них – одесситы. Кроме того, 733 жителя Одесского региона привиты третьей дозой вакцины. 174 дополнительные и 559 человек – бустерной. Еще больше полезных блюд. Реформа школьного питания продолжается. Как отметила Елена Буйневич, директор городского департамента образования, школьники быстро приспособились к нововведениям в меню в прошлом году. А родители довольны здоровым рационом своих детей. Потому что значительных изменений в школьном меню в этом году не будет. Только увеличат количество блюд с мясом и бобовыми и уменьшат мучные изделия, макароны и выпечку. Дети мають таку ж кількість разів, як це було і до реформи харчування. Навпаки, навіть кількість напоев, які входять до меню харчування дітей до школьного віку, збільшується і урізноманітнюється. Додаються компоти, зменшується кількість консервації. Соки тепер можна буде надавати дітям тільки ті, які не містять в своєму складі консервантів та цукру. Тобто харчування стає більш здоровим. Противників обновлений в Одеському худмузію казалось більше. Добавлений музею в виде імени одеського художника Александра Ройтбурда офіціально не поддержали. В областному департаменті культуры рассказали, що вопрос розсматривався два місяця. По результатам общественного обсуждення іниціативу поддержали 120 чоловік, проти вже высказали 182 одесіта. Отмечу, горожане могли принять участие в обсуждении с 19 октября по 20 декабря 2021 года, відправив обращення на електронну почту департаменту культуры. Пришло і одно бумажне письмо. Напомню, в прошлом году облсовет, хоч і не з первой попытки, але все ж передав музей государству. Незадолго до этого учреждення приобрело статус національного. Таким образом, вопрос о присвоении ему имени Ройтбурда теперь находится в компетенции Кабмина, а результаты обсуждения проведенного облгосадминистрации юридической силы уже не имеют. Полторы тысячи нарушителей обнаружили работники патрульной полиции в период с 4 по 9 января 2022 года. Всего произошло 168 аварий. Кроме того, меньше чем за неделю инспекторы выезжали на 58 драк и прекратили 152 конфликта. Вместе с тем правоохранители привлекли к ответственности 63 человека за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские напоминают, в прошлом году увеличились штрафы за вождение не в трезвом виде. Первый раз придется заплатить 17 тысяч гривен и попрощаться с правами на один год. За повторное нарушение в течение года предусмотрено наказание в размере 34 тысячи гривен и лишение прав уже на три года. Если водитель сядет за руль пьяным в третий раз, то за это нужно выложить 51 тысячу гривен и отдать права на 10 лет. Здание Одесского главпочтамта наконец-то отремонтируют. Региональная дирекция Огрпочты уже объявила тендер по разработке проекта. Известно, что конкурс пройдет по опрощенной процедуре, то есть без конкурентов. Победитель должен учесть все предыдущие работы, а также историко-архивные исследования по этому зданию. Цена вопроса 1 миллион 170 тысяч гривен. Торги пройдут 18 января. Окончательный проект победитель должен предоставить до конца 2022 года, и когда начнется ремонт, главпочтамта неизвестно. Стоит отметить, что памятник архитектуры уже давно нуждается в ремонте. Минувшим летом здание обвалился карниз и часть фасада. Самый успешный тренер в новой истории футбольного клуба «Черноморец». Роман Григорчук вернулся в команду после семилетнего перерыва. В день вылета одесситов на тренировочные сборы в Турцию главный тренер и представитель нового генерального партнера клуба Владимир Генинсон в аэропорту пообщались с журналистами и болельщиками. Дуже хочу сказать про это и подкрасить, что очень рада и повернению в Одессу «Черноморец». Футбольный клуб «Черноморец» для меня действительно это родная команда, очень важная в моем жизни команда. И я рад и такой нагоде, и очень-очень хочу это, хочу сделать так, допомогти команде, чтобы и клубу, чтобы мы поднялись на высокий уровень, чтобы мы повернули ту славу, которую мав «Черноморец» раньше. Помогать Григорчуку будет проверенная команда в лице Степана Матвеева, Михаила Савки, Игоря Касьяненко и Андрея Глушенко. Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов, которые, как игроки под руководством Романа Григорчука, провели не один яркий сезон. Руководство клуба и тренерский штаб подают себе отчет в том, на каком месте команда сейчас находится, поэтому цели на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. Главное задание на сезон 21-22 – сохранить команду в премьер-лиге. В настоящее время процесс формирования обновленного состава клуба продолжается. «Все способы хороши, лишь бы сформировать команду, которая будет способна решить те задачи, которые мы перед собой ставим. Потому ряд игроков из «Динамо Киев», они с нами на сборах. Да, какие-то уже решения или конкретные решения, они будут озвучены уже после сборов. Будет ряд игроков, которые, ну, будем так это называть, таким просмотром, они у нас будут на первом сборе, и опять же по ним будут приняты решения по окончанию сбора». В свою очередь представитель генерального партнера Черноморца Владимир Генинсон сообщил, что компания «Вертекс Юнайтед» подписала предварительное соглашение о приобретении клуба. Финансирование для развития есть, и этот бюджет соответствует уровню команд, входящих в шестерку лучших украинской премьер-лиги. «Есть четко понятный бюджет, который мы можем потратить на футболистов, на приобретение. У нас также будут арендованные игроки, если они нам понадобятся, и мы будем ими пользоваться. У нас будет ряд приобретений, и я сразу отвечу, у нас будут легионеры. На данный момент у нас в обойме четыре легионера, которые мы представим чуть-чуть позже. Также ведем переговоры еще с четырьмя. Решение будет принимать тренерский штаб. Если легионеры нам подойдут, они останутся в клубе. Если нет, мы будем искать дальше. По поводу бюджета отвечу. Это бюджет, который соответствует украинской премьер-лиге, как минимум первой шестерке. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь репортером и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова